Плюсики, вижу, полагаю, плюсики означают, что да. Да, слышно, видно и слышно. Да, добрый вечер, коллеги. Хорошо, значит, мы с вами можем начинать. Тема у нас с вами сегодня используется... ...дистанционных образовательных технологий в обучении английскому языку. И, конечно же, начнем мы с определения, что такое дистанционное обучение. И посмотрим мы этот термин сразу же на английском, потому что термин зарубежный. Дистанционное обучение пришло к нам из-за рубежа. Итак, distance learning, also called distance education, e-learning and online learning, form of education in which the main elements include physical separation of teachers and students during instruction and the use of various technologies to facilitate student-teacher and student-student communication. То есть мы с вами видим, что дистанционное обучение – это когда педагог и учащийся разделены расстоянием. Какие же есть формы дистанционного обучения? Само собой, мы посмотрели же на то, что distance learning, то есть когда учитель и учащийся разделены расстоянием, и они не общаются при личной встрече. Blended learning or hybrid learning is a type of mixed distance and campus-based education. И как разновидность blended learning, то есть когда учащиеся учатся и дистанционно, и в классе с педагогом пересекаются, есть еще разновидность такая, как flipped classroom, то есть технология перевернутого урока. Здесь уже задача flipped classroom – учащиеся дома проходят материал урока, а на уроке все наоборот, они делают домашнее задание. То есть очень такой спорный подход, но тем не менее мы планируем по flipped classroom провести вебинар. Как вы думаете, полезен будет такой вебинар? Как раз спрашивают, презентация есть? Презентация будет. Вот пишут «очень, очень интересно, конечно, полезен и весьма». Хорошо, коллеги. Значит, мы задумываемся еще больше над тем, чтобы провести на такую тему вебинар в апреле. Вот сразу пишут «надо пробовать разные формы». Да, вот коллеги сразу пишут, вот Елена Николаевна Шалимова пишет «да, время от времени мы занимаемся подобной практикой». Юлия Вячеславовна пишет «мы рассматривали этот вопрос на одном из семинаров и даже пробовали». Прекрасно. Да, коллеги, то есть как раз мы, вот Оксана Сурина пишет «это же в ГОС». В ГОС подразумевает «научить учиться». А вот про то, что менять местами обучение дома, в классе и так далее, именно все это как-то еще и привязать к дистанционному обучению, ну вот этого всего во ВГОС не прописано, так что я думаю, мы с вами попробуем разобраться в этом вопросе, но не сегодня. Сегодня мы с вами поговорим конкретно о distance learning. Итак, дистанционное обучение. Это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты, то есть цели, содержание, методы, формы и средства, реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. То есть мы с вами видим, что основная задача это в том, чтобы соединить людей, находящихся на расстоянии друг от друга, с помощью либо интернет-технологий, либо каких-либо средств, но обязательно эти средства должны быть интерактивными. Такое определение в своей книге по дистанционному обучению дала Евгения Семеновна Полот, которая была как раз заведовала лабораторией, лаборатория как раз занималась проблемами дистанционного обучения. Итак, при дистанционном обучении важным аспектом является общение между участниками учебного процесса, обязательной консультацией преподавателя. При этом общение между учащимся и преподавателем происходит удаленно, то есть посредством средств телекоммуникации. В практике применения дистанционного обучения используются методики синхронного и асинхронного обучения. Давайте посмотрим, чем же отличается синхронное от асинхронного. Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме реального времени. То есть это онлайн-общение. Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно общение между преподавателем и учащимся в реальном времени. Так называемое офлайн-общение. То есть мы видим, что ученики ведь сами добыли информацию. Да, ученики информацию добывают всегда, в принципе, сами. Главное, мы ее не вкладываем, согласно ВГОС, мы не вкладываем ее готовую в голову учащихся, но мы должны им ставить определенную какую-то проблему. Ну и, опять же, еще раз скажу, ВГОС у нас не идет речь о том, чтобы это была технология перевернутого урока, когда мы домашние задания выполняем дома, а изучаем мы что-то, домашние задания мы выполняем в классе, а изучаем материал дома сами. Хотя теоретически это практически так. Вот сразу уже коллеги просят дополнительную информацию по blended learning и flipped learning. Да, и Илья Михайлович консультирует, что делать, если у кого-то нет звука. То есть мы видим с вами, что есть методики синхронного дистанционного обучения, то есть это обучение онлайн. То есть онлайн, как мы сейчас с вами, мы с вами, в принципе, теоретически общаемся друг с другом, правда, здесь у нас посредством чата. И оффлайн общение – это то, когда мы с вами обмениваемся, допустим, какими-то файлами, скажем, через портал 3wnguities.ru. У нас что-нибудь, допустим, какие-то мастер-классы выложены на форуме, вы скачиваете оттуда какую-то информацию, мы ее выложили, вы ее скачали и по ней что-то сделали. И вот таким образом мы дистанционно с вами обучаемся. То есть это уже будет оффлайн общение. Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от четырех факторов. Факторы довольно-таки простые и очень действительно эффективные. Во-первых, это эффективное взаимодействие преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они разделены расстоянием. Второй фактор – это используемые при этом педагогические технологии. Третий – эффективность разработанных методических материалов и способов их доставки. И, конечно же, эффективность обратной связи. То есть в любом случае должно быть что-то очень удобное для вас и для ваших учащихся. Если, допустим, педагогу очень удобно разработать свой сайт, на нем выложить материалы, а учащихся есть выход в интернет, и они спокойно могут пользоваться этим, то есть заходить на сайт, скачивать что-то, то в таком случае они могут это делать спокойно и использовать. Соответственно, это будет очень подходящий для них способ доставки методических материалов. И, допустим, про обратную связь – это может быть, скажем, email. Давайте посмотрим на характеристики любого эффективного вида дистанционного обучения. Дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее организацию, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов. Ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения – это интерактивность. То, что мы видели с вами из определения. Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, а также давать возможность группового обучения. Мы посмотрим сегодня, какими можно способами объединить учащихся в группы посредством интерактива и интернета. Обратная связь должна быть оперативной, по оперативной, так и отсроченной в виде внешней оценки. Важнейший элемент любого курса – это мотивация, которую необходимо поддерживать. И структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю. Мог выбирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению руководящего педагога в зависимости от уровня обученности. Здесь, конечно, речь идет уже об обучении, когда дистанционное обучение, то, как оно зарождалось, необходимо по каким-то показателям. Допустим, по показателям здоровья, либо по тому, что учащийся не может присутствовать действительно в школе. Допустим, спортсмены, да, они находятся по большей своей части, да, успешные спортсмены на дистанционном обучении. Я вам буду сейчас в течение вебинара показывать такую вот схемку. Сейчас будет у нас первая плашка из этой схемы. Это публикация материалов на сайте образовательного учреждения. Мы с вами посмотрим, где можно размещать материалы, как можно связаться с учащимся, как можно организовать дистанционное обучение. Итак, публикация материалов на сайте образовательного учреждения. Я взяла первый попавшийся мне сайт, на котором было выложено. Сейчас таких сайтов очень много. Напишите мне, коллеги, у вас был карантин в школе? Закрывали школу на карантин? Пропадали уроки? Вот сразу, как чат вверх побежал. Преимущественно у всех написано «Да». Вот в Сургуте даже на две недели закрывали. На утреннем вебинаре в основном все отвечали, что только на одну неделю закрывали в феврале. Вот чат бежит вверх. Мы видим, что в основном преимущественно закрывали. То есть есть коллеги сейчас слушают нас, которые на себе это проверили. Да, вот когда сильные мороны, закрывали. А вот в Находке не закрывали. В ХМАО закрывали. Да, вот как раз про дневник.ру я сейчас все скажу. То есть я буду показывать и останавливаться больше на том, и подробнее будем смотреть то, что реже используется. А то, что часто используется, мы будем смотреть вот так кратко на небольших таких скриншотах. Итак, перед вами страница сайта образовательного учреждения. Это одна из школ. Я даже не скажу, откуда взяла. Оставила адрес для, так сказать, соблюдения приличия. Нас здесь интересует то, что в школе был объявлен карантин. И задания для учащихся выкладывались на сайте школы. Они должны были их скачивать и выполнять, и после этого проверять педагогу. В случае, если на файлообменнике файл заново менялся, то есть в него вносились какие-то изменения, то рядом с названием файла появлялась дата обновления. То есть вот по такой схеме работали в одной из школ. Я думаю, что в принципе это довольно-таки распространенная практика. Вторая форма, второй вариант использования дистанционного обучения – это публикация домашнего задания и переписка через электронный дневник. То, что вы уже как раз пишете в чате. Вот как раз дневник.ру. Я не буду даже останавливаться на нем. Не во всех, конечно, школах есть электронный дневник, поэтому кому-то это будет просто неинтересно и непонятно. А те, кто им пользуется, они прекрасно знают, что с ним делать. Собственно говоря, в дневнике есть возможности трех модулей. Это дистанционное обучение, документооборот и социальная сеть, то есть общение в группах. Вот, пожалуйста, такой вот портал. Использование возможностей социальных сетей. Здесь я немножечко подробнее остановлюсь. И вот на примере скриншота из ВКонтакте покажу вам, что можно здесь размещать, что можно оттуда использовать. Можно создавать обсуждения, если добавлять темы. Можно писать на стене группы, то есть сюда можно выкладывать какие-то объявления, информацию по заданиям или по темам, или по урокам, о следующей встрече и так далее. Возможность давать ссылки на необходимые интернет-ресурсы. И возможность прикреплять документы, причем как в формате ток, так и если это будет, например, слайд-презентация. Вот коллеги пишут, что как раз-таки без этого сейчас никуда, постоянно пользуются. Есть специальные группы для классов. Коллеги уже спрашивают у друга про классный журнал, про то фиксируется или не фиксируется. Я думаю, что большинство используют все-таки ВКонтакте, особенно те, кто пользуются сами этой соцсетью. И да, ну вот социальные сети блокируются на школьных компьютерах. То есть, конечно же, вы в принципе, не на всех, правда, школьных компьютерах, я вам скажу, здесь уже зависит от того, какая блокировка стоит в школе. А то, что вы можете это выкладывать все, в принципе, из дома, вы же, например, на карантине, да, и школа закрыта, и ребята в нее не ходят, и вы можете из дома давать какие-то задания. Да, но вести дневник.ру обвязывает даже если в школе с интернетом проблемы. Вот комментарий интересный. Да, но так как не все там зарегистрированы, поэтому это только лишь форма подходящая для тех, кто, если у кого все учащиеся зарегистрированы ВКонтакте, если педагог там зарегистрирован, да, соответственно, вот им будет удобно выбрать, например, такую форму общения. Но я вам сразу говорю, будет очень большая схема, так что не ругайтесь, что сразу только про ВКонтакте вам говорю. Да, вот кто-то сразу вот на свой личный сайт пишет, то, что в электронном журнале делятся. В основном про электронный журнал. И про отсутствие кабинета. Отсутствие кабинета – действительно большая проблема. Использование возможностей портала у нас еще есть, да, портала EnglishCities.ru. Что у нас есть замечательного на портале, что можно использовать в дистанционном обучении? Это вкладочка «Интерактив». По вкладке «Интерактив» еще три раздела. Это «Демо», «Тесты» и «Подарок». Смотрите, пожалуйста, вот, допустим, мы с вами кликнули на «Демо» и выбрали упражнение к «Enjoy English» на начальной школе. У нас здесь есть и демо-версии из плакатов «Numerals», и из ABC, из программы «Расставь буквы в фавитном порядке», и из программы для второго класса. Поверьте, у меня просто в скриншон все не влезло, там есть и из третьего, и из четвертого. То есть можно этим всем спокойно воспользоваться абсолютно бесплатно с главной страницы портала EnglishCities.ru. Если вы зайдете во вкладку «Тесты онлайн», я сейчас вам покажу, если вы нажмете на «Тесты» и перейдете, допустим, в дополнительное упражнение для средней школы, то вы попадете вот в такой раздел. Здесь, пожалуйста, и «Animals», и просто раздел «Other», здесь и «Tetris» на совмещение глаголов первой и второй формы, или первой или третьей формы, и прилагательные, и синонимы, антонимы. То есть здесь всевозможные есть игры, например, «Animals.cards». Нужно подбирать пару карточек, чтобы выбрать картинку и подпись картинки. Допустим, мне удалось успеть сделать скриншот, когда мне выпал «Cockrow». Вот такая вот игра. Очень она интересна, и главное, что учащиеся могут ее по вашему заданию пройти по определенному адресу и выполнить, то есть потренироваться даже в отсутствии учителя при дистанционном обучении. Можно использовать возможности программы Skype. Думаю, что Skype им все пользуются. Да, вот сразу уже пишут, я тоже пользуюсь такой. Если интернет есть в классе, то классно работать через интернет. Татьяна Магомедова. А это можно скачивать или только онлайн? С сайта онлайн. А если вы хотите работать оффлайн, вы можете приобрести с ректорной доставкой программу и установить ее у себя на компьютере. «Скачать их можно?» «Тесты?» «Скачать тесты...» «Какие тесты вы имеете в виду?» «С формы, я так полагаю, да?» «Плакаты с сайта не скачиваются?» То есть, если нет кабинета доступа в интернет, то этот ресурс бесполезен. Если в кабинете нет доступа в интернет, вы можете приобрести программу с электронной доставкой, установить ее на ноутбуке и пользоваться ею уже оффлайн без интернета. Так, вот, например, есть комментарий к очень нам в тему. Татьяна Петровна пишет «Пользуюсь скайп при работе с ребенком-инвалидом». Тоже очень нам подходящий сейчас прям к слайду, да? «Работаю в школе дистанционного обучения. Уроки ведем по скайпу». Ольга Агеншина пишет. Давайте посмотрим, какие вообще есть функции в скайп. И я сделала скриншот с мобильной версии скайп, чтобы это вот показать, как это максимально можно просто сделать, зайдя просто в приложение скайп. Можно отправить фотографию, можно переслать файлы. Есть возможность переслать записанное видео участникам чата. Есть возможность подключить до 25 участников, то есть педагог плюс еще 24 человека, да, 24 ребенка. Есть возможность переписываться и есть возможность общения в том числе и даже с видео. То есть это и с видео, и с аудио, то есть это будет уже онлайн обучение, да. Вы видите учащихся, они вас видят, вы можете показывать им рабочий стол своего компьютера, если вы, допустим, хотите им объяснить какую-то схему, да. Вот сегодня на утреннем вебинаре коллега написала в чате, что она очень любит рисовать схемы, чертить схемы на доске, и вот очень ей этого не хватает при работе в скайп. Она работает как раз в скайп. Вот мы вышли из данной ситуации с коллегами в чате, пообщавшись, решили, что можно показать экран компьютера, включить программу Paint и там уже нарисовать определенную нужную схему. Скажите, почему программа только для одного компьютера? Потому что это стандартная практика лицензирования, защиты от копирования. Поэтому только для одного компьютера. Один код на один компьютер. Вы, главное, обращайтесь в службу техподдержки в случае, если у вас что-то случайно так сломалось, переустановилось или не установилось и так далее. Давайте посмотрим на следующую форму. Это использование мобильных приложений Viber и WhatsApp. Я вспомнила эти два приложения. Давайте посмотрим, какие есть там функции. Есть функция записи голоса и присылки аудиозаписи педагогу. Нажимаем на аудио. У нас выскакивает выбор действия. Мы выбираем запись WhatsApp и записываем, делаем звукозапись. После этого нажимаем отправить. Она отправляется к учителю. Если я не ошибаюсь, то там до 30 секунд или даже до минуты можно записать. Есть возможность письменно переписываться через чат. Точно то же самое есть и Viber. Мы можем переписываться, мы можем делать фотографию, отправлять ее, можем отправлять видео и можем также записывать аудио и отправлять. Следующий вариант – это использование визуальных онлайн-средств. Средств, конечно, гораздо больше. Я думаю, знаете вы. Я покажу вам Glockster.edu. Сайт этого проекта, можно сказать, не знаю, называется если вы хотите его найти, а то сегодня с утра коллеги искали-искали по Glockster еду и нашли только платную версию, и вообще совсем не то. Нужно вбивать в поисковике edu.glockster.com. То есть edu.glockster.com. Соответственно, вы попадете на нужный вам сайт. Что такое Glockster? Глоги – это интерактивные плакаты. Чем они хороши? Хороши они тем, что их можно использовать для визуализации материала, для того, чтобы собрать все гиперссылки в одном месте. Вот, например, перед вами сейчас плакат, посвященный знаменитым людям, famous people. При кликах на определенные картинки будет выскакивать где-то биография, где-то еще картинки с этим персонажем. Если вы кликните на play или на stop, то согласно тому, что в подписи написано, мы можем послушать сонет Шекспира. Мы можем посмотреть слайд-презентацию об Артуре Конан Дойле. Можем посмотреть фрагмент записи Beatles. Все это вшито уже в плакат. То есть достаточно только открыть такой плакат перед собой и кликать. Кликать, кликать, кликать. Можем посмотреть фрагмент из одного из фильмов с Чарли Чаплином. То есть не просто прочитать только его биографию, кликнув по картинке сверху, да, вот здесь, но и прямо кликнуть на самом плакате на значок проигрывателя и посмотреть видеозапись. То есть вот такая есть функция. Вот уже коллеги пишут классный сайт, пользуемся. Полезная вещь. Бесплатная версия действует 7 дней. Про что же бесплатная версия такая? Глоксер бесплатный был, слава богу, и бесплатный есть. Адрес edu, вот наверху у вас оно с зелененьким, edu.glogster.com. Утром коллеги, слава богу, все нашли. Вопрос, Ольга Сергеевна, это только онлайн? Это только онлайн. Такой плакат, да. Потому что все у вас будет связано гиперссылками с различными-различными сайтами. Но для тех, у кого есть такой выход, а если мы организуем с вами дистанционное обучение, и ребенок, соответственно, дома сидит с выходом в интернет, представляете, вы ему даете только ссылочку, на уже подготовленный вами заранее такой глок, и он может ознакомиться с этой темой не только по учебнику, то, что он может пройти, да, но ему без вас как бы может быть скучно и немножко тяжело, да. Но до того, как вы с ним свяжетесь, допустим, по скайпу, или будете переписываться через почту, или через свой сайт выложите еще какие-то упражнения, вы можете ему дать ознакомиться со всеми вот этими вот махинами знаний, например, с помощью вот такого глока, где собрано все в одном месте. Вот Наталья Кулакова пишет, совсем не 7 дней, уже 2 года используем, да. Я вам больше скажу, вот плакат, у которой перед вами сейчас famous people, если я не ошибаюсь, 3 года назад у меня написано, я его правила, то есть он уже 3 года висит, и я его вчера спокойно открывала, и все открывается, и он public for all, у него просмотров почти тысяча, то есть им пользуются педагоги совершенно в открытом доступе, причем не только из России, конечно же, потому что это иностранный ресурс. Еще один пример глока. Здесь он кардинально отличается от предыдущего примера, это уже авторство не мое, это Татьяна Геннадьевна Митюгина делала, тоже в рамках, если я не ошибаюсь, либо в рамках, либо после того, как мы проходили мастер-класс по глокам. Материалы, кстати, мастер-класса можно посмотреть на форуме English Teachers, вот как раз Ольга Акиншина делится с нами ссылкой на ее глок по Дню Святого Патрика. Инструкцию можно изучить где-то, как пользоваться. Первый раз вижу. Вот как раз для Ирины Абраменко. Я думаю, сейчас коллеги вам кинут в чат ссылочку на мастер-класс, который у нас на форуме проходил. Можете по материалам мастер-класса очень легко обучиться, как вот здесь работать, как создавать такой глок. Чем хороший этот глок, который у нас сейчас с вами на слайде? Он оформлен в виде как раз-таки такого дистанционного обучения. Посмотрите, я вам немножечко еще приближу. Здесь прописано, что делать. То есть учащийся открывает глок, и уже у него есть инструкция. Повторить за диктором слова по теме, постараться их запомнить. Поработать с презентацией тренажером. Выполнить тренировочные упражнения. Проверить себя по ключу. То есть вот у нас здесь и грамматический практикум уже педагог выложила. То есть учащиеся должны только кликать все по стрелочкам, переходя от одного к другому. У них есть такая прям целая путь-схема. И они будут работать, соответственно, по данной теме. Надо ли там регистрироваться? Да, регистрироваться там надо. У вас будет свой ник, вы под ним будете работать. Создавать себе такие. Вот, спасибо, коллеги выложили как раз ссылку на мастер-класс по созданию глогов. Вот Ксения пишет, интересно, будет ли он запрещен к доступу в школе. Надо проверить. В любом случае, доступ вам учитель информатики, или тот, кто отвечает за какие-то определенные вот эти вещи, может на такой сайт открыть. Это даже, в принципе, не знаю, не Википедия. Хотя, если очень слишком много ограничений, то тогда старайтесь ставить ссылки на только те сайты, которые у вас будут разрешены. Потому что если вы поставите ссылку на какой-то из объектов, ребенок, по нему, допустим, день в школе кликнет, скажем, на уроки, если вы будете это использовать не в рамках дистанционного обучения, кликнет, и у вас не откроется, только потому что у вас блок стоит. Нужно заранее все это, конечно, перепроверить. Коллеги, пойдем дальше. Дальше, следующий пункт у нас – это использование обучающих компьютерных программ. Помимо того, что я уже много раз показывала примеры, я покажу вам сегодня примеры только из интерактивных плакатов в видеозахватах, а по презентации давайте мы с вами посмотрим. У учащихся для дистанционного обучения есть замечательное преимущество. Они могут посмотреть результаты выполненной ими упражнений, выполненной работы в процентном соотношении, что, какое упражнение и на сколько процентов они сделали. И они могут вам снять скриншотом страничку с их результатами и отправить, допустим, вам по почте или по любому другому девайсу, который мы уже с вами посмотрели. Это может быть даже через мобильный телефон сделано. Можно также и посмотреть, в какой день, чтобы отчитаться, что занимался. В такой-то день выходил, вот включал, делал. И какие упражнения, из каких разделов и на сколько процентов сделал. Причем даже за сколько времени. То есть вот, пожалуйста, такие вот всевозможные отчеты учащиеся вам могут предоставить, если вот у вас есть в этом определенная потребность. Давайте посмотрим сейчас два видеозахвата из интерактивных плакатов к happyenglish.ru и к enjoyenglish. К enjoyenglish мы посмотрим с вами то, как объясняется фонетика. Как ребенок дома может сам включить такой интерактивный плакат и проконсультироваться с тем, какие буквы, звуки читаются. А Е I О Ю Y ГОЛ Ю 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 Продолжение следует... 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 То есть мы видим с вами, что есть методики синхронного дистанционного обучения, то есть это обучение онлайн, то есть онлайн, когда, как мы сейчас с вами, мы с вами, в принципе, теоретически общаемся друг с другом, правда, здесь у нас посредством чата. И оффлайн общение – это то, когда мы с вами обмениваемся, допустим, какими-то файлами, скажем, через портал 3wnguistics.ru. У нас что-нибудь, допустим, какие-то мастер-классы выложены на форуме, вы скачиваете оттуда какую-то информацию, мы ее выложили, вы ее скачали и по ней что-то сделали. И вот таким образом мы дистанционно с вами обучаемся. То есть это уже будет оффлайн общение. Насколько эффективным будет любой вид дистанционного обучения, зависит от четырех факторов. Факторы довольно-таки простые и очень действительно эффективные. Во-первых, это эффективное взаимодействие преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они разделены расстоянием. Второй фактор – это используемые при этом педагогические технологии. Третий – эффективность разработанных методических материалов и способов их доставки. И, конечно же, эффективность обратной связи. То есть в любом случае должно быть что-то очень удобное для вас и для ваших учащихся. Если, допустим, педагогу очень удобно разработать свой сайт, на нем выложить материалы, а учащихся есть выход в интернет, и они спокойно могут пользоваться этим, то есть заходить на сайт, скачивать что-то, то в таком случае они могут это делать спокойно и использовать. Соответственно, это будет очень подходящий для них способ доставки методических материалов. И, допустим, про обратную связь – это может быть, скажем, email. Давайте посмотрим на характеристики любого эффективного вида дистанционного обучения. Дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее организацию, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов. Ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения – это интерактивность. То, что мы видели с вами из определения. Курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, а также давать возможность группового обучения. Мы посмотрим сегодня, какими способами можно объединить учащихся в группы посредством интерактива и интернета. Обратная связь должна быть оперативной, по оперативной, так и отсроченной в виде внешней оценки. Важнейший элемент любого курса – это мотивация, которую необходимо поддерживать. Структура курса дистанционного обучения должна быть модульной, чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от модуля к модулю. Мог выбирать любой модуль по своему усмотрению или по усмотрению руководящего педагога, в зависимости от уровня обученности. Здесь, конечно, речь идет уже об обучении, когда дистанционное обучение, то, как оно зарождалось, необходимо по каким-то показателям. Допустим, по показателям здоровья, либо по тому, что учащийся не может присутствовать действительно в школе. Допустим, спортсмены, они находятся по большей своей части, успешные спортсмены на дистанционном обучении. Я вам буду сейчас в течение вебинара показывать такую вот схемку. Сейчас будет у нас первая плашка из этой схемы. Это публикация материалов на сайте образовательного учреждения. Мы с вами посмотрим, где можно размещать материалы, как можно связаться с учащимися, как можно организовать дистанционное обучение. Итак, публикация материалов на сайте образовательного учреждения. Я взяла первый попавшийся мне сайт, на котором было выложено. Сейчас таких сайтов очень много. Напишите мне, коллеги, у вас был карантин в школе, закрывали школу на карантин? Пропадали уроки? Вот сразу как чат вверх побежал. Преимущественно у всех написано «Да». Вот в Сургуте даже на две недели закрывали. На утреннем вебинаре в основном все отвечали, что только на одну неделю закрывали в феврале. Вот чат бежит вверх. Мы видим, что в основном преимущественно закрывали. То есть есть коллеги сейчас слушают нас, которые на себе это проверили. Да, вот когда сильные мороны, закрывали. А вот в Находке не закрывали. В ХМАО закрывали. Да, вот как раз про дневник.ру я сейчас все скажу. То есть я буду показывать и останавливаться больше на том, и подробнее будем смотреть то, что реже используется. А то, что часто используется, мы будем смотреть вот так кратко на небольших таких скриншотах. Итак, перед вами страница сайта образовательного учреждения. Это одна из школ. Я даже не скажу, откуда взяла. Оставила адрес для, так сказать, соблюдения приличия. Нас здесь интересует то, что в школе был объявлен карантин. И задания для учащихся выкладывались на сайте школы. Они должны были их скачивать и выполнять, и после этого проверять педагогу. В случае, если на файлообменнике файл заново менялся, то есть в него вносились какие-то изменения, то рядом с названием файла появлялась дата обновления. То есть вот по такой схеме работали в одной из школ. Я думаю, что, в принципе, это довольно-таки распространенная практика. Вторая форма, второй вариант использования дистанционного обучения – это публикация домашнего задания и переписка через электронный дневник. То, что вы уже как раз пишете в чате. Вот как раз дневник.ру. Я не буду даже останавливаться на нем. Не во всех, конечно, школах есть электронный дневник, поэтому кому-то это будет просто неинтересно и непонятно. А те, кто им пользуется, они прекрасно знают, что с ним делать. Собственно говоря, в дневнике есть возможности трех модулей. Это дистанционное обучение, документооборот и социальная сеть, то есть общение в группах. Вот, пожалуйста, такой вот портал. Использование возможностей социальных сетей. Здесь я немножечко подробнее останавливаюсь. И вот на примере скриншота из ВКонтакте покажу вам, что можно здесь размещать, что можно оттуда использовать. Можно создавать обсуждения, если добавлять темы. Можно писать на стене группы, то есть сюда можно выкладывать какие-то объявления, информацию по заданиям или по темам, или по урокам, о следующей встрече и так далее. Возможность задавать ссылки на необходимые интернет-ресурсы. И возможность прикреплять документы, причем как в формате ток, так и если это будет, например, слайд-презентация. Вот коллеги пишут, что как раз-таки без этого сейчас никуда, постоянно пользуются. Есть специальные группы для классов. Коллеги уже спрашивают у друга про классный журнал, про то, фиксируется или не фиксируется. Я думаю, что большинство используют все-таки ВКонтакте, особенно те, кто пользуется сами этой соцсетью. И да, ну вот социальные сети блокируются на школьных компьютерах. То есть, конечно же, вы в принципе, не на всех, правда, школьных компьютерах, я вам скажу, здесь уже зависит от того, какая блокировка стоит в школе. А то, что вы можете это выкладывать все, в принципе, из дома, вы же, например, на карантине, да, и школа закрыта, и ребята в нее не ходят, и вы можете из дома давать какие-то задания. Да, но вести дневник.ру обязывает даже если в школе с интернетом проблемы. Вот комментарий интересный. Да, но так как не все там зарегистрированы, поэтому это только лишь форма подходящая для тех, кто, если у кого все учащиеся зарегистрированы ВКонтакте, если педагог там зарегистрирован, да, соответственно, вот им будет удобно выбрать, например, такую форму общения. Но я вам сразу говорю, будет очень большая схема, так что не ругайтесь, что сразу только про ВКонтакте вам говорю. Да, вот кто-то сразу вот на свой личный сайт пишет, то, что в электронном журнале делятся. В основном про электронный журнал и про отсутствие кабинета. Отсутствие кабинета – действительно большая проблема. Использование возможностей портала у нас еще есть, да, портала EnglishCase.ru. Что у нас есть замечательного на портале, что можно использовать в дистанционном обучении? Это вкладочка «Интерактив». По вкладке «Интерактив» еще три раздела – это «Демо», «Тесты» и «Подарок». Смотрите, пожалуйста, вот, допустим, мы с вами кликнули на «Демо» и выбрали упражнение к «Enjoy English» на начальной школе. У нас здесь есть и демо-версии из плакатов «Numerals», и из ABC, из программы «Расставь буквы в фавитном порядке», и из программы для второго класса. Поверьте, у меня просто в скриншон все не влезло, там есть и из третьего, и из четвертого. То есть можно этим всем спокойно воспользоваться абсолютно бесплатно с главной страницы портала EnglishCase.ru. Если вы зайдете во вкладку «Тесты онлайн», я сейчас вам покажу, если вы нажмете на «Тесты» и перейдете, допустим, в дополнительное упражнение для средней школы, то вы попадете вот в такой раздел. Здесь, пожалуйста, и «Animals», и просто раздел «Other», здесь и «Tetris» на совмещение глаголов первой и второй формы, или первой или третьей формы, и прилагательные, и синонимы, антонимы. То есть здесь всевозможные есть игры, например, «Animals.cards». Нужно подбирать пару карточек, чтобы выбрать картинку и подпись картинки. Допустим, мне удалось успеть сделать скриншот, когда мне выпал «Cockerel». Вот такая вот игра. Очень она интересна, и главное, что учащиеся могут ее по вашему заданию пройти по определенному адресу и выполнить, то есть потренироваться даже в отсутствии учителя при дистанционном обучении. Можно использовать возможности программы «Skype». Думаю, что «Skype» им все пользуются. Да, вот сразу уже пишут, я тоже пользуюсь такой. Если интернет есть в классе, то классно работать через интернет. Татьяна Магомедова. А это можно скачивать или только онлайн? С сайта онлайн. А если вы хотите работать оффлайн, вы можете приобрести с ректорной доставкой программу и установить ее у себя на компьютере. Скачать их можно, тесты? Скачать тесты… Какие тесты вы имеете в виду? С формы, я так полагаю, да? Плакаты с сайта не скачиваются, то есть если нет кабинета доступа в интернет, то этот ресурс бесполезен. Если в кабинете нет доступа в интернет, вы можете приобрести программу с электронной доставкой, установить ее на ноутбуке и пользоваться ею уже оффлайн без интернета. Так, вот, например, если…